Великолепный по красоте осенний закат завершает очередной день на Админском. Пока горожане спешат домой поближе к семьям, у военных летчиков только начинается смена. В небо энергично поднимается линейка вертолетов марки МИ. Основная специфика полета в ночь это то, что расстояние скрадывается, приходится вести полный кругозор всех ориентиров, чтобы правильно зайти на посадку, правильно построить глиссаду и приземлиться. Ночью у летчиков больше внимания идет на приборную панель, следовательно, стомер, все должно быть четко, как в учебниках. Правлять непросто даже автомобилем, не говоря уже о многотонных винтокрылых машинах. Техника армейская и работают на ней только по боевому, в том числе в темное мирное время. Посадка на площадку вне аэродрома, отрабатывая как в боевых условиях, следовательно, у нас не будет никаких там визуальных ориентировок, это техническое оборудование. Сами нашли, просветили у нас здесь светлые прожекторы и фары, выбрали, сели, после этого произвели забор груза, либо пострадавших и обратно еще на аэродром. За каждый год пилот должен отлетать определенную норму часов, при этом выполнить с десяток различных задач, это и посадки на незнакомую местность, и боевое применение, и пилотаж различного уровня. Каждый день приносят летчикам смешанные авиабазы и новые задачи. Кому-то нужно доставить контингент за тысячу километров в назначенную точку, а кто-то улетает по задаче с грифом «Секретно». И в этом разнообразии суть военной авиации – всегда быть готовыми к любой вводной. Здесь и сейчас. Дмитрий Бондарович, Станислав Кушнер, телекомпания ВНТВ, специально для программы «Наше утро». Станислав Кушнер, телекомпания ВНТВ, специально для программы «Наше утро», «Наше утро». Продолжение следует...